Делегация Европейского Союза Мы гостим у местной инициативной группы «Долина Родников». А разговор пойдет о возможностях, которые открывает поддержка Евросоюза и результатах проектов, внедренных при помощи ЕС в рамках большой программы «Евросоюз для сельской Молдовы». Как обычно, в лайве из Каса Марии много гостей и участников. Сегодня это Магдалена Мюллер-Ури, глава операционного отдела делегации Евросоюза в Республике Молдова, Анна Чернева, исполнительный директор национальной сети «Лидер» в Молдове, Олег Горизан, президент местной инициативной группы «Долина Родников», примар села Копчак, Ирина Арпентий, координатор программ Польского фонда «Солидарности» в Республике Молдова, Инга Ропот, менеджер местной инициативной группы «Жемчужина Юга», Инна Селезнева, исполнительный директор Центра «Про Европа Камрад», и Василий Белев, директор Аграрно-технологического колледжа в Комуни «Светлый». Также мы пообщаемся с людьми, которые помогают развивать свои населенные пункты. Они расскажут о собственных историях успеха. А сейчас небольшая видеопрезентация проектов, внедренных при поддержке Европейского Союза. Виаца в локалитетиле рурали се modernиза. Дезвольтаря рецелилори деапо потабилі, канализаря чи infrastructурі ау дозовинит о priorита. Локуетори в Копчак, району Лучоадър-Лунга, у бенефицият даде у системы экологи деепурареа апелору зате и у медиу май курат. Данный проект достаточно масштабен. Село Копчак благодаря интенсивному сотрудничеству с партнерами из Европейского Союза, в частности Федеральным Министерством Германии по экономическому развитию сотрудничества JIZ и Rotary Club, мы смогли привлечь сюда финансовые средства для строительства данных очистных сооружений. Сума гранта составила более 450 тысяч евро, что позволило нам построить самые современные очистные сооружения Юга Республики Молдова. В протяжении последних трех лет, мы создаваем, что мы создаваем, что мы создаваем, что мы создаваем. Мы в домашних условиях с моим товарищем по цеху соорудили цех и изготавливали данный продукт. Впоследствии, буквально недавно, мы приняли решение расширяться для увеличения собственной производительности. И благодаря поддержке нескольких европейских грантовых программ, мы сумели приобрести определенное оборудование, зарегистрировать и приобрести, разработав свой торговый знак, профессиональный бренд-бук. Сейчас мы регистрируем бренд-логотип в ОГП, в Агентстве Интелектуальной Собственности. И в ближайшее время планируем запустить производство. И в ближайшее время, только localи не могут быть рады вкусом саламом Бауэр, но предпринимательство интенционирует на весь территориум страны. Это дело для нас очень серьезное, в том плане, что мы, таким образом, отдаем данные своим дидамам, прадедом, историей своего многоверкового народа, ее культуре, традициям. И мы, таким образом, популяризируем нашу кухню, так как данный продукт является, можно сказать, уникальным по своей рецептуре и технологии изготовления. КОПЧАК Проектul este orientат pentru a creа кондиции favorabile pentru батрани и сингуратичи, которые могут адресать для помощи, где они могут быть нужны. Сервисиили центрулы включают казаре, alimentаре и ингрижире для 50 бенефицирования из КОПЧАК, АЛУАТУЛ, КАЕРАКЛИЯ и НОВОСИОЛОВКА. В этом месте, где мы стоим, когда-то были пустыри. Мы поставили целью на этом пустыре, чтобы оказалась детская площадка. Родители вложили свою contribуцию, премария дала какие-то материалы. И в рамках проекта у нас получилось заказать этот домик. Группула де актиуне локаля и опропуста сусциня дезвольтая зонелорурале в наиболее много доменей. Местная инвестивная группа разработала стратегический план развития на 5 лет. И основные цели – развивать сообщество, развивать социальные услуги, развивать туристический потенциал. И как одно из тоже направлений – это развитие пчеловодческой деятельности. В 2018 году в МИГе было профинансировано 14 микропроектов. В 2019 году мы профинансировали 6 микропроектов. И в этом году финансируются уже 11 микропроектов. Это микропроекты на развитие мелкого и среднего бизнеса обязательно и на развитие социальной инфраструктуры. Впечатляет, не правда ли? Подробнее о поддержке Евросоюза для сельских регионов Молдовы расскажет глава операционного отдела делегации Европейского Союза в Республике Молдова Магдалена Мюллер-Ури. Извините. Здравствуйте, госпожа Мюллер-Ури. Здравствуйте, госпожа Мюллер-Ури. Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, друзья и высокие гости. Мы знаем, что истерские районы в Молдове сталкиваются с особыми трудностями, такими как доступ к основным услугам здравоохранения и образования, водоснабжение и водоотведение, инфраструктура связи, слабая местная государственная администрация, ограниченный экономический рост и занятость, что особенно важно для удержания и привлечения молодежи. Не игнорируйте серьезные проблемы. Европейский Союз по-прежнему верит в возможность перемен. Наше видение рисует красочные картины сел, где люди, опираясь на свой собственный потенциал, получают возможность объединить усилия и построить будущее, основанное на инновациях и процветаниях. По этому, Европейский Союз... Использовать в Союз и Союзе, в Редакторе, в Редакторе, в Редакторе, which is co-financed by Polish Aid and implemented by the Solidarity Fund for community-led, local development and modernization of rural areas through the leader approach. Поэтому Европейский Союз уже много лет оказывает помощь развитию сельских территорий Молдовы. В настоящее время мы финансируем три основных двусторонних проекта в области сельского развития. Первый – это развитие сельских территорий в Республике Молдова. Проекты, реализуемые Австрийским Агентством Развития и направлены на повышение конкурентоспособности агропродовольственного сектора и укрепление инфраструктуры водоснабжения и канализации в сельской местности. Второй проект – поддержка малого и среднего бизнеса в сельской местности, реализуемые организацией по развитию сектора малых и средних предприятий. И третий – это проект «Подход-лидер» для процветания сельских районов Молдовы, софинансируемый Polish Aid и реализуемый Польским Фондом Солидарности для местного развития и модернизации сельских территорий под руководством сообществ посредством подхода «Лидер». Как вы знаете, этот проект предоставляет ряд возможностей и поддержки возможностей, либо в среднем, либо в среднем и среднем сообществе, либо в呼吸 для предложений от локальных групп. Эти будут вредены в зависимости от коммунистей, возможностей, возможностей и возможностей. Некоторые инициативы сегодня представлены и будут говорить о себе. Как вы знаете, этот проект предоставляет ряд возможностей по финансированию и наставнической помощи либо непосредственно малым и средним предприятиям, либо через конкурс заявок, проводимый местными инициативными группами. Средства инвестируются в проекты в соответствии с потребностями сообщества, возможностями развития и потенциалом на местах. Некоторые инициативы здесь сегодня представлены и расскажут сами за себя. В конце этого года примерно 250 локальных проектов будут выполнены по локальным ассоциативным группам с поддержкой от Европы и от Полиции. Примерно половина этих проектов регулярно поддерживают экономическое развитие в их коммунистях. Они увеличили компетитивность микро- и маленьких бизнесов, разработали новые продукты и сервисы, которые сейчас доступны в их коммунистях. Кроме того, в конце этого года местными инициативными группами при финансовой поддержке ЕС и Польши будет реализовано порядка 250 местных проектов. Более половины этих проектов напрямую способствуют экономическому развитию сообществ. Повысили конкурентоспособность микро- и малых предприятий, разработали новые продукты и услуги, которые теперь доступны в сообществах, создали рабочие места и доходы. Но особенно они вдохновляют, как хорошие примеры, которые дают надежду и доказывают, что это возможно. Отлично. the EU funding of these three programmes amounts to over 13 million euros, which means over 260 million le. Рural development remains in our focus of attention. The new programme, EU4Moldova Local Communities, will even double this amount to be implemented over the next five years. В общей сложности финансирование Евросоюзом этих трех программ составляет 13,2 миллиона евро, что превышает 260 миллионов леев. Сельское развитие по-прежнему остается в центре нашего внимания. Новая программа ЕС для Молдовы «Местные сообщества» даже удвоила эту сумму и будет реализована в течение следующих пяти лет. Сегодняшняя коммуникационная кампания ЕС для сельской Молдовы демонстрирует некоторые выдающиеся результаты и изменения, осуществленные в сельской местности при поддержке Европейского Союза. Мы надеемся, что это вдохновит нас на еще большее количество историй успеха вместе. Спасибо. Спасибо, госпожа Мюллер-Ури за очень хорошую презентацию и за такое открытое приветствие. А наш следующий гость – исполнительный директор национальной сети «Лидер» в Молдове Анна Чернева. Мы тоже будем общаться онлайн. Госпожа Чернева. Госпожа Чернева, здравствуйте. 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 Только что было очень хорошее приветствие госпожи Мюллер-Ури, которая рассказывала о подходе «Лидер». Расскажите, пожалуйста, об этом подходе подробнее, как он используется именно вот в этой программе ЕС для сельской Молдовы. Такой подход «Лидер» имеет достаточно одновременно и долгую, и длинную историю. Это все началось в 2017 году, когда были запущены создания в батьме местных инициативных групп. Поэтому я хочу поприветствовать, я, к сожалению, не вижу коллег из «Лидер» и из «Жемчужины Юга». Коллеги, я вас приветствую. Именно благодаря и вам все, что происходит сегодня по ходу, да, у нас подходом «Лидер» происходит и в нашей стране. На самом деле групп было 8 местных инициативных групп. Они находятся все на разной стадии, то есть кто-то из них более активнее, кто-то нет. Но они есть, они работают на локальном уровне, у нас еще очень много работает. Что касается подхода «Лидер», я хочу поблагодарить госпожу Макгалену, которая говорила до сих пор о том, что она говорила о том, как важно, что она говорила о том, что в республике Молдова рядовой гражданин, житель населенного Артемского пункта может принять решение у себя в селе, кому он может помочь, как он видит будущее своего села, и как он хочет, чтобы происходило место то или другое какое-то событие. Такого никогда не было. Это всегда преродвижало премарям. Я очень уважаю наших премарей, потому что они большие молодцы в нашей стране, и я прекрасно понимаю, как они работают, но этого результата очень мало. Поэтому очень важно, что в каждой местной инициативной группе к процессу развития территорий подключаются местный бизнес и гражданское сообщество. Я еще раз напомню, я об этом говорила тысячу раз и буду говорить, что лидер – это аббревиатура с французского языка. Легатурь – это реактивный мент у дисбалдарии экономии и рурали. Это главный инструмент развития сельских территорий, который на сегодня приобрел молдавской силы. Потому что, да, мы в итоге при всяком союзе очень внимательно относимся к критериям и принципам, потому что они работают. Но мы привнесли, наша страна, наши люди, те, кто сидит у вас там, делают аукциальную работу, чтобы это заработало, как работает сейчас. Что касается этого проекта, в рамках которого мы встречаемся. Кстати, лидер – это не проект, это процесс, а этот проект, который сейчас происходит, это часть именно большого процесса. Так вот, благодаря этому проекту, благодаря делегации Российского Союза, есть возможность поддержать 23 местные инициативные группы, а также профинансировать 13 бизнесов и сельских населенных пунктов, чтобы показать, что на самом деле все существует. Достаточно сильные бизнесмены, которые, в основном, внедряются на большие средства. То есть, таким образом, мидии будут подготавливаться для того, чтобы ввык, а затем передавать в территорию, через конкурс, какие-то большие средства, и тем самым больше влияют на экономическое развитие сельских территорий. Госпожа Чердева, скажите, пожалуйста, а подход лидер помогает определять приоритеты, учитывая, что проблем у нас множество? Вопросы нужно решать быстро, и их очень много. Как выбрать приоритеты? Подход лидер помогает в этом? Ничего. Устойчивое развитие никогда не делается быстро. Нам нужно это понимать. Любое устойчивое развитие – это маленький шаг за шагом. Иногда ты делаешь ошибку, вращаешься, анализируешь. Всегда большие вещи делаются с маленькими шагами. Это во-первых. Что касается стратегического планирования. Как говорила мэр Гарри и Чужина Юга, каждая местная инициативная группа имеет стратегию местного развития, над которой она работает в течение года, в которой участвуют все местные актеры, которые представляют бизнес и гражданский сектор. Уникальность подхода лидера в том, что это развитие предполагает интерес к сектору развития. Потому что развивать туризм и не развивать экономику – это неправильно. На самом деле все взаимосвязано. И каждый ресурс, начиная с человеческого, начиная с натуральным, экономическим, может повлиять положительно на развитие любой из областей на селе. Для нас, для национальной сети Лидер, на следующий год будет огромный вызов помочь местным инициативным группам обновить стратегии. Потому что 4 года прошло, мы понимаем, что работает, что не работает, что нужно изменить и по-другому даже устраивать вот эти приоритеты развития, о которых вы говорили. Но благодаря тому опыту, который был, я думаю, что следующий период будет характеризоваться тем, что это будет легче делать. Потому что, кстати, насчет приоритетов, когда местная инициативная группа выигрывает средства, она объявляет конкурс микропроектов на собственной территории именно на базе этих приоритетов развития. Это важно, чтобы они были выбраны правильно. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вы говорите сейчас 8 инициативных групп. Вместе со сменой стратегии вы собираетесь наверняка увеличить количество инициативных групп? Вы выйдете на новые регионы в Молдове? Ну, во-первых, сейчас в стране 222 местные инициативные группы. Это покрывает 35% сельской местности. Благодаря, опять же, по ручке Братовского союза мы создали базу данных из инициатив сельской местности, которые мы также хотели создать местные инициативные группы. Их сейчас 38, из которых 7 мы начнем внедрять буквально через месяц. И в 2021 году мы хотим поддержать создание еще минимум 16 местных инициативных групп. Таким образом, в конце 2021 года лидер покроет страну около 47,50%. И до конца 2023 года я думаю, что этот процент вырастет до 70%. Спасибо, Валя. То есть скромно есть на инициативе. Мы уверены, что это благодаря всем конкретным результатам, которые местные инициативные группы добились до сих пор. Спасибо большое за подробные ответы. Я желаю вам успеха. Мы все желаем вам успеха в большом деле. А мы продолжаем говорить о развитии сельских населенных пунктов и конкретных действиях местных жителей, которые объединились в местные инициативные группы. О деятельности МИГа Долина Родников расскажет ее президент Олег Горизан. Здравствуйте, господин Горизан. Добрый день. Хожгель Денис. Добро пожаловать. Мы очень рады приветствовать сегодня наших гостей на территории нашего села, нашего МИГа. Наш МИГ на самом деле не очень большой. Наш МИГ входит в четыре населенных пункта, как было сказано в презентации. Это Копчак, Кайракли, это Алуат и Новоселовка. Причем изюминка, одна из изюминок нашего МИГа, что он многонационален. Копчак, это чисто ГГУское село, Кайракли, это чисто Болгарское село, Алуат, чисто Молдавское село. А Новоселовка, такое интернациональное, колоритное село. И мы, являясь соседями, конечно, мы друг друга давно знаем. Когда-то мы были в одном Тараклийском районе. Вторая изюминка, наверное, на сегодняшний день, то, что мы представляем два региона. Копчак представляет ГГУский регион, а три наших соседа представляют Тараклийский район. Поэтому проекты, которые мы сегодня осуществляем, они, в принципе, объединяют наши два региона. В рамках МИДЛа мы имеем возможность более тесно общаться. К сожалению, после того, как мы оказались в двух разных административных единицах, мы стали общаться несколько реже, в том числе и по профессиональному своему виду деятельности. Но работа, которая сегодня продвигается по проектам, она нам помогает, конечно же, поддерживать эти контакты. У вас есть отдельная презентация проектов? Да, безусловно. Давайте мы ее сначала посмотрим. Ну, конечно же, при реализации проектов на территории Копчака, в частности, используются некоторые принципы, которые мы начали внедрять еще в далеком 99-м году. Относительно далеком, так скажем, 99-й год – это времена, когда были достаточно сложные и в плане финансовом, и экономическом. Но самый главный принцип, который еще тогда родился у местной власти, премьерий Сала Копчак, это привлечение населения. Местная власть работает для своего населения, в его интересах, и прежде всего надо отвечать тем нуждам и тем чаяниям, которые требуют от тебя твои односельчане. Но еще с 99-го года, в принципе, самый главный наш принцип был – привлечение наших односельчан к реализации данных проектов. Обязательно наши односельчане участвуют в различных формах. Либо это в виде контрибуции в денежном выражении, либо это в виде контрибуции в трудовом каком-то своем вкладе. Но это обязательные условия. Причем, привлекая население к решению наших общих проблем, мы считаем, что это очень правильная тенденция в том смысле, что мы никогда не идем на ту улицу решать какие-то социальные проекты, если население в этом не заинтересовано. Практика показала, что уличные комитеты, которые активно участвуют в жизни своей улицы, в частности, там более качественно и эффективно проводится реализация любых социальных проектов. И неважно, какой это может быть социальный проект, то ли это благоустройство дорожного покрытия на улице, то ли это проведение водопроводной сети, то ли уличное освещение или канализация, мы всегда первоначально собираемся с уличным комитетом, обсуждаем. Мы предельно откровенно говорим о бюджете, мы говорим о той сумме, которая есть у нас на данный момент, допустим, в местном бюджете, чего нам не хватает, какой вклад может внести уличный комитет. И подобная практика, она очень нам помогает, в том числе и за сохранением результатов тех проектов, которые мы в дальнейшем, значит, постепенно реализовываем. То есть это не значит, что поголовно каждый житель улицы имеет возможность даже финансово принять участие в составлении этой контрибуции. Жизненный уровень всех людей разный, в каких-то семьях, может быть, есть люди, которые требуют лечения, может быть, какие-то больные есть. Поэтому, как правило, к таким людям, которые не имеют возможности внести финансовую свою лепту, уличные комитеты сами не обращаются, и участвуют только те, в принципе, которые имеют такую возможность. Одним из таких самых важных проектов, которые мы в свое время, еще в 2007 году, в принципе, мы с нашими партнерами из Ротари-клуба Германия, мы проанализировали ситуацию, которая складывалась у нас в селе по экологии. И когда мне был в 2007 году задан вопрос, Олег Крючкович, как Вы считаете на ближайшую перспективу, какая самая главная проблема в селе, мы тогда еще обозначили, это экология, это канализация. Это прежде всего вода. То есть вода, которая, в принципе, к сожалению, за последние несколько десятилетий была превращена в непригодность. И это самая большая причина заболеваемости населения, в принципе, не только на территории села Копчак. Поэтому для того, чтобы вода была чистой, и для того, чтобы повысить уровень здоровья нашего населения, есть два пути. Строительство очистных сооружений и ее не загрязнять. Значит, и вот мы тогда еще запланировали этот проект. Наши друзья, коллеги из Германии, Rotary Club, оказал нам содействие. Это был достаточно долгий процесс. И в течение шести лет нам удалось, значит, получить поддержку БМЗ в Германии и приступить к реализации проекта по строительству новых очистных сооружений. Затем мы сумели только на 30% улиц села провести центральную магистральную сеть. И благодаря дальнейшему уже поддержке Евросоюза буквально на следующий год в рамках одной из программ Евросоюза САРД мы внедрили и поддержали и подключили на этих улицах домовладения к центральной канализации. Причем, опять-таки, жители улицы участвовали в этом проекте тоже и со своей долей контрибуции. Один из таких очень мощных проектов, который нам удалось реализовать при поддержке Евросоюза, это наш центр спокойной старости в здании, который был построен в 1912 году. После нашей церкви это второе по значимости архитектурный, можно сказать, уже такой вот вековой памятник нашего населенного пункта. Примечательно, что в этом здании, которое было построено еще в период царской России, в Первую мировую войну размещался штаб фронта, потом госпиталь, в румынский период там была школа, в советский период это были квартиры для медработников, которые приезжали со всего Советского Союза для развития медицины у нас в Молдове. Вот здесь проживали доктора, и после 90-го года это здание, к сожалению, было заброшено. Я очень благодарен программе «Мидл», в рамках которой мы осуществили данный проект, что они поверили в нашу вот такую дерзкую идею, что мы это сможем осуществить, и нам удалось реализовать этот проект. Мы дали зданию фактически второе дыхание на сегодняшний день. Здание оказывает услуги по предоставлению одноразового питания, горячего ежедневно 40 человек в нашем населенном пункте. У нас есть планы по расширению данного проекта. Мы хотели бы создать социальную стационарную столовую, мы хотели бы такой социальный центр создать при этом здании, где люди, имеющие возможность передать какие-то материальные ценности, которые, может быть, они уже сегодня не используют, передать вот такой вот пункт сбора, который будет обработан, и дальше для перераспределения между теми слами населения, которые в этом нуждаются. То есть самый главный принцип, который сегодня выполняет местная власть в социальной сфере, это попытаться, чтобы люди все почувствовали, вне зависимости от финансовых доходов, что это одна семья, что это один большой семейный круг людей, и вне зависимости, сегодня кому-то повезло, завтра кому-то повезет больше или меньше, но люди должны жить в постоянной взаимопомощи и проблемами, и вопросами не только своей семьи и своей личной, но и проблемами всех односельчан. Вот я хотела поэтому уточнить, когда появилась поддержка Европейского Союза и разных европейских программ, это как-то заметили местные жители? Как они реагируют на эти проекты? Они понимают, что инфраструктурные проекты происходят при поддержке Европейского Союза? Да, безусловно. Прозрачность деятельности местной власти является одним из самых главных критериев деятельности примарей. То есть в рамках реализации наших проектов мы ставим задачу не только технического обустройства каких-то центров, зданий, может быть, строительства дорог и так далее, но прежде всего это информирование населения о источниках финансирования, о том, как проходит отбор подрядных предприятий для реализации тех или иных вопросов. Если происходит какая-то экономия, то обязательно в результате тендеров мы общаемся. А на что направить ту оставшуюся экономию, на какие объекты там или на какие виды работы и так далее? Поэтому, безусловно, конечно, население знает, население чувствует. Мы имеем свои средства массовой информации. Скажем так, мы единственная примария в свое время, которая еще в 2000 году, 2001 году, когда законодательство Молдовы позволяло, мы имели свое телевидение. И мы примария Копчака, единственная, наверное, после Кишиневской мэрии, выпускали свои новости еженедельно, мы рассказывали людям. Но так как законодательство изменили и мэрии лишили права иметь лицензии на местные свои телевидения муниципальные, мы теперь уже широко пользуемся интернетом, как и все. То есть у нас есть свои сайты, у нас есть свои инстаграмы и так далее, где мы и рассказываем людям о нашей деятельности, о планах, где мы устраиваем постоянные дискуссии, какие вопросы могут быть приоритетными, какие нет. Мы реализовали уже несколько проектов в рамках участия наших выходцев нашего села, которые проживают в последнее время за пределами нашей страны. Наши жители Копчака проживают в Германии, в Москве в основном, в Турции. Хотелось бы вернуться к проекту, извините, что я вас перебиваю. Вы сказали о тех проектах, реализованных при поддержке ЕС, которые уже закончены, в частности, и вот эта очистная станция. А что планируется и, может быть, что-то уже новое начато? У нас очень дерзкие планы. У нас очень дерзкие планы, очень серьезные планы. И я очень благодарен, что молодые люди, которые верят все-таки в перспективу своего населенного пункта, своей страны, своего региона, в нужный момент или в определенный момент своей жизнедеятельности принимают решение оставаться у себя на родине. И вот есть у нас тоже такие примеры, в частности, и в примарии. Сегодня у нас работает достаточно молодой, энергичный, перспективный молодой человек на должности заместителя примара Толмача Анатолия Иванович, который те стратегические пути, которые вырабатываются на территории примарии, скажем, внедряет их достаточно на конкурентно способном уровне. Сегодня мы находимся на стадии, в принципе, подписания договоров по строительству двух бюветов на территории села с прилегающими парковыми зонами и стояночками. Сейчас мы буквально на стадии подписания договора по возеленению. Более 15 гектаров планируем засадить леса только осенью этого года. Значит, и многие другие проекты, которые, в принципе, сейчас каворкинг и так далее, которые вот находятся сейчас на стадии реализации. Мы несколько отлично смотрим на некоторые вещи в плане того, что миграцию населения мы никогда остановить не сможем. Ну, я историк по образованию, мы не сможем обеспечить заработную плату в Молдове, идентичную заработной плате во Франции, в Германии, там, или, я не знаю, в каких-то более социально благополучных странах. По крайней мере, последние многие десятилетия или сотни лет показывают эту практику. Но молодежь уезжает туда, где есть элементарные условия для жизни, то есть для того, чтобы вырастить своих детей. Родители все пытаются отдать своим детям. И, конечно же, родители прежде всего выбирают, где есть детский сад, где есть условия для его ребенка, где есть спортивная школа, где есть плавательный бассейн, где есть парк, то есть где есть вода качественная, где есть условия элементарной канализации. То есть, да, нужны рабочие места. Да, но какие бы рабочие места мы ни создавали в Молдове, в Копчаке или в Гагаузе, если не будет элементарных социальных условий для проживания человека, он все равно будет садиться в автобус и на маршрутке ехать в Германию и жить вот на этих аллеях, там, где красиво, там, где светло и так далее. Поэтому рабочие места создают люди. Нам надо сохранить людей, нам надо людям дать человеческие условия для проживания. Если люди, имея эти человеческие условия для проживания, останутся у нас в селе, они создадут эти рабочие места. Кто-то будет заниматься бауром, кто-то будет заниматься еще чем-то и так далее. У нас сегодня очень много вакантов в рабочих местах на предприятиях. Но уровень заработной платы, конечно же, люди не соглашаются идти на такую заработную плату, поэтому в рамках МИГа мы, конечно же, пытаемся поддержать сейчас в том числе и мелкий бизнес. В данном случае у нас есть несколько проектов, мы поддержали производителей меда. Вот было сказано о Бауре. Это вообще наш бренд Копчатский, который мы уже работаем над этим брендом достаточно очень много времени. И мы очень благодарны Европейскому Союзу, в частности, значит, РБИКС, в рамках которой был разработан бренд БУК, и мы провели уже три фестиваля Баура. То есть перспективу мы видим в развитии нашего населенного пункта. Я очень благодарен европейским программам, с которыми мы сотрудничаем, которые верят в нашу дерзкость, которые верят в нашу возможность реализовывать данные проекты. И мы доказываем своим трудом, что эти проекты являются жизнеспособными, перспективными, и они приносят максимальный эффект бенефициарам. Спасибо большое, господин Горизан. Я желаю всяческого процветания вашему населенному пункту. А мы сейчас будем общаться со следующим собеседником. Это Ирина Арпентий, координатор программы Польского фонда солидарности в Молдове. Этот фонд уже долгое время при поддержке Евросоюза помогает развивать экономику и поднимать уровень жизни в микрорегионах. Госпожа Арпентий, здравствуйте. Да, здравствуйте, добрый день. Мы с местным центром инвентарии. Очень рада быть здесь сегодня с вами в рамках данного мероприятия, где мы говорим о подходе лидер по технической и финансовой поддержке Европейского союза для сельских регионов Молдовы и роли Европейского союза как ключевого партнера по внедрению подхода лидер в нашей стране. В этом контексте я коротко расскажу о финансовых инструментах, которые внедряем по отношению с местными инициативными группами, основой на опыте 2020 года. И в период 2020-2022 года наша организация «Солидарь с фондом Молдовы» совместно с национальной сетью «Лидер» внедряет в проект «Подход лидер для процветания сел Молдовы», о котором уже упомянула госпожа Магдалена Мюллер-Тури, в рамках которого внедряется фонд сельского развития «Лидер ЕС-2020», где 23 мига получили финансирование для внедрения местных проектов и инициатив при финансовой поддержке Европейского Союза и польской помощи. Важно упомянуть, что в этом процессе и не только в общем-то нашей деятельности стратегический партнер является Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. И далее коротко о фонде. Миссия фонда заключается в укреплении местного развития в Республике Молдовы путем совместного финансирования по развитию реализуемых местными партнерами. Философия нашей организации заключается в том, что 70%, около 70% нашего бюджета направлено на поддержку инициативно местного уровня, который непосредственно внедряется людьми, которые проживают на данной территории. Общий бюджет этого фонда составляет 800 тысяч евро, который направлен на поддержку 23 мигов и внедрение более 250 проектов по местному развитию. Это разного рода проектов в социальной сфере культура, спорт, туризм, молодежь и так далее. Это проекты и инициативы, которые обеспечивают внедрение стратегии сельского развития в данных территориях и регионах. И это те инициативы, которые МИК посчитал наиболее необходимыми внедрить именно сейчас. Программные расходы составляют 80% от суммы софинансирования. Как вы видите, у нас также есть та пропорция, что максимальная сумма гранта и финансирования идет на поддержку проектов и инициатив, которые приходят от людей из этой территории. И предназначен для сфинансирования микропроектов, подобранных на конкурсной основе. И что самое важное упомянуть, что не менее 50% предлагаемого финансирования предназначено для экономического развития. И основная цель – это создать благоприятную среду для дальнейшего функционирования инициативы «Лидер» в Молдове как подхода и обеспечивая также устойчивое развитие и модернизации сельских территорий. Да, здесь мы видим, что опыт финансирования в этом году и совместно с нашим партнером по внедрению национальной сети «Лидер» был разработан рекламент, который имеет основу, конечно же, документы предыдущих конкурсов. Но мы улучшили этот документ. И это процесс обучения поэтапно. Мы сейчас поняли, какие моменты надо улучшить. Мы объявили конкурс для 32 микров, которые сейчас активны на территории республики. И в этом году микки могли запросить за финансирование в соответствии с их населением. Это гранты до 45 тысяч евро. Были проведены 4 информационные сессии. На тот момент эти сессии были проведены традиционно. Еще, к чему мы рады, что была такая возможность увидеть наших партнеров вживую. И в результате мы получили 29 заявок. Как проходит процесс убора? Мы придерживаемся трех этапов оценки. И завершающим этапом является заседание совета проекта, на котором утверждаются МИГи, которые получат форсирование. И конкретные задачи данного фонда – это поддержка МИГа в реализации проекта «Инициатив» для поддержки стратегии местного развития. Это институциональное развитие МИГа, укрепление опыта внедрения подхода лидеров в ресурсике МОДОВА и капитал доверия партнеров. Следующий этап, скажем так, это проведение открытого конкурса непосредственно в МИГАМе на местном уровне. В этом году мы поддерживаем МИГАМе. Это проекты, реализованные представителями трех секторов государственного, гражданского и предпринимательного сектора. Инновацией этого года является для нас лично вовлечение технического консультанта-эксперта по окружающей среде, которые проводят анализ заявок и совместных координаторами МИГАМ с нашей организацией. Менеджерами проводят визиты к официальным инициарам. Самое важное, наверное, что надо подчеркнуть, что принятие решений о финансировании берется на местном уровне. Мы идем в поддержку всех людей, которые активизируются в обществе и обеспечивают внедрение данных инициатив. И наша роль – это создать эффективную систему внедрения средств для качественного процесса. Но люди на местном уровне – это те, которые решают, какие проекты должны быть внедрены в их территории. Конкурс на местном уровне основан в первую очередь на местных ресурсах и потенциале, который консультирует и способствует экономическому развитию, повышению конкретных способностей, продуктов, услуг в обществе. Но главное – вдохновляет и появляется доверие. Процесс оценки включает также три этапа – оценка формальная, по содержанию. И мы можем видеть здесь, как, несмотря на пандемию, эти мероприятия по проведению информационной кампании были проведены успешно менеджерами МИГа. Они справились с этой задачей. И у нас большое количество проэкономированных людей в основном эти сессии проведены традиционно, естественно, соблюдая необходимые нормы во время пандемии. Или они были организованы онлайн в зависимости от ситуации. В результате проведенного поэконом-курса мы можем увидеть далее, что количество на следующем слайде, что количество регистрированных заявок составляет 542, 572 заявки, из которых 541 заявка обхода на первом туре, 31 заявка во втором туре. Это за не менее нужного количества полученных заявок, чтобы полный курс считался проведен. Некоторые люди провели еще один тур. Важно подчеркнуть, что больше половины поданных заявок получили обновление на финансирование. И уже конкретные результаты этих проектов мы сможем увидеть в 2021 году. Поэтому очень надеюсь, что у нас будет возможность рассказать и показать конкретных людей в рамках данного фонда, которые меняют их регион к лучшему и развивают его. Также независимо от того, что одна инициатива или один проект имеет лицо конкретного человека, который его внедряет, из определенной местности территориального воздействия охватывает больше местностей и больше бенефициаров. И это очень радует. Очень радует, что МИК – это то доверенное лицо, которое на местном уровне активирует людей, которые, несмотря даже на ситуацию, которая у нас сейчас в пандемии, и они те, которые в первую очередь могут откликнуться на проблемы людей в регионе и попытаются это решить. Да, в конце мне бы хотелось подчеркнуть активный диалог, который мы сейчас делаем с представителями делегации Европейского Союза в связи с внутренним подходом «Лидер». И большое спасибо за это, за активность, за доверие. Но еще много не сказано, но лучше, чем наши местные партнеры, наверное, никто не расскажет. Всегда, когда мы говорим о «Лидере», это теплая и дружественная обстановка, где каждый человек имеет свою роль для процветания оселы Молдова. Спасибо большое за эту возможность и надеюсь, что в первую очередь у каждого жителя нашей страны будет возможность не только узнать, но и посетить Ниги Молдовы. Спасибо, госпожа Арпентий, вам за подробную презентацию, практически исчерпывающую. Лайв из Касамари продолжается. Если у вас есть вопросы к участникам сегодняшнего выпуска, пишите о них в комментариях, и мы попытаемся ответить. А сейчас пришло время пообщаться с героями видеопрезентации, которую мы посмотрели в самом начале. И с нами на связи вице-примар Сила Копчак, куратор проекта по модернизации очистных станций Анатолий Толмач. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Заман Хайровсун. Здравствуйте. Машин Денис Копчак, да. Да, мы вас отлично видим и отлично слышим. Вы сейчас находитесь вот на этой самой станции, да? Все верно. Как изменилась жизнь села после того, как эта станция была модернизирована? Абсолютно верно. Мы находимся сейчас в офисных станциях села Копчак. Этот грандиозный проект был реализован благодаря поддержке Европейского Союза, Федерального Министерства Германии по развитию и сотрудничеству, Ротари-клуб и Джайзет. Данный проект масштабен и мы смогли привлечь инвестиции в размере более 450 тысяч евро для того, чтобы построить у нас в Копчаке самые современные, экологические и самые продвинутые отчетные сооружения на юге Республики Молдова. Хочу отметить, что абсолютное большинство жителей села Копчак ждали этот проект и сейчас мы работаем над тем, чтобы с каждым годом увеличивать постоянных абонентов наших отчетных сооружений, чтобы люди имели возможность, а самое главное право, пользоваться данной инфраструктурой, которая направлена на решение проблем простых людей, на решение их ежедневных проблем, с которыми они сталкиваются на быту. Следующий шаг в улучшении инфраструктуры будет каким, если уже модернизирована станция, значит, что дальше? Станция отчетных сооружений на сегодняшний день способна обеспечить более 80% домовладений, частных домовладений села Копчак. Для нас это очень хороший ориентир для того, чтобы мы смогли в ближайшей перспективе за 2-3 года подключить всех этих людей к нашим отчетным сооружениям, расширить канализационные сети села Копчак. На сегодняшний день нам удалось обеспечить более 20% домовладений подключенных к канализационной сети. Мы совместно с нашими европейскими партнерами подключили все публичные учреждения Копчака к канализационным сетям. Практически весь бизнес уже активно пользуется такой возможностью и создает новые рабочие места и развивается. Для нас крайне принципиально привлечь дополнительные проекты, в том числе с участием Европейского Союза, для того, чтобы мы смогли охватить Копчак на 100% очистными сооружениями. Самое главное, что базовая инфраструктура в виде станции очистных сооружений у нас существует. Теперь нужно просто провести работу по расширению этих канализационных сетей. Господин Толмач, о появлении такой программы, как Евросоюз для сельской местности, для сельской Молдовы, как облегчает решение задач, которые стоят перед местными властями? Местная власть в решении таких сложных социально-инфраструктурных задач всегда ориентируется на поддержку людей и в том числе на то, что у нас есть местные неправительственные организации, с которыми мы вместе реализуем проекты. Создание такой программы, как Европейский Союз за развитие сельской местности, позволяет нам каждый год участвовать в таких серьезных больших проектах, конкурировать с такими же селами, как Копчак, для того, чтобы мы могли улучшать, модернизировать социальную инфраструктуру, а самое главное, помочь каждому человеку. Поэтому мы пользуемся такой возможностью, которую предоставляет Европейский Союз для сельской местности, эффективно ее используем. К примеру, мы буквально недавно при Марии Села Копчак подала заявку по программе МЭИМПЛИК, которая реализуется Швейцарским управлением по развитию сотрудничества по вопросу как раз расширения канализационных сетей на территории Села Копчак. Спасибо вам большое за разъяснение и желаю вам всяческих успехов в вашей непростой работе. А мы давайте пообщаемся с Иваном Горизаном, одним из бенефициаром Мига Долина Родников. Он сохраняет местные традиции и остается уникальным официальным производителем традиционно гагаузских колбас. Здравствуйте, господин Горизан. Здравствуйте, рад вас приветствовать, господин Горизан. Я так понимаю, что при поддержке Европейского Союза у вас получилось сделать большой шаг в развитии вашего предприятия. И каким будет следующий или уже начат следующий шаг? Да, все верно. Благодаря поддержке Европейского Союза мы могли придать былую популярность нашему уникальному местному продукту, именуемого Бауэром. На протяжении последнего года мы активно занимаемся разработкой бренда, профессионального логотипа, торгового знака и корпоративного стиля. данный бренд-бук был реализован и разработан благодаря поддержке Центра региональной поддержки бизнеса РБИСК в Кагаузии, который финансируется в рамках программы Европейской мэрии за экономический рост. Мы можем увидеть наш продукт бренд. Лучше, конечно, попробовать. Лучше, конечно, попробовать. Скажите, а сейчас Бауэр известен только в южных регионах или он уже есть в столице? На данный момент нет. Мы работаем в данном направлении по распределению логистики. На данный момент можно приобрести и попробовать Бауэр исключительно в Ковчаке и готовиться вам также исключительно в Ковчаке. Каковы особенности развития местного бизнеса? Расскажите, пожалуйста, и насколько облегчает эти задачи помощь Европейского Союза таких партнеров, как Польский фонд солидарности, как лидер и другие партнеры Евросоюза? С появлением таких европейских программ, как лидер, который внедряется при поддержке фонда, Польского фонда солидарности, нами был написан проект и защищен, который мы успешно выиграли. Из 117 заявок мы были включены в список 12 предпринимателей, которых поверили, мы за это очень благодарны. И благодаря поддержке мы выиграли порядка 220 тысяч леев, из которых 117 это поддержка Европейского Союза и порядка 106 это наша контрибуция. Данная поддержка Европейского Союза нам позволяет смотреть уверенно вперед, намечать свои планы и реализовывать. Мы очень благодарны Европейскому Союзу, что нас верят в то, что мы способны продвинуть наш местный бренд. Но тем не менее конкуренция с крупными предприятиями, которые имеют сети по всей стране, в чем особенность вот именно развития местного бизнеса? есть ли какие-то вещи, которые самостоятельно трудно преодолеть и лучше их делать в рамках таких проектов, как МИГи? Конечно, поддержка МИГов очень существенно помогает нам реализовывать наши планы, буквально, в частности, если взять своих лидер, контракты, которые мы подписывали три недели назад, 17-й сентября, немаловажную роль сыграла поддержка местной инициативной группы. На данный момент именно данный продукт изготавливается в Копчаке и до этого, допустим, продукт изготавливали, как правило, в домашних условиях, в том числе и мы на протяжении последних двух лет собственными руками соорудили цех. но уже как год-полтора достаточно давно мы поняли по объективным причинам, что нужно расширяться, мы стараемся делать качественную продукцию, создали свою компанию, работаем над продвижением собственного бренда и как молодые люди, предприниматели ищем поддержку таких европейских программ, как лидер стандарт фон. Я желаю вам хорошего развития, выхода не только на столичный рынок, не только на рынок всей Молдовы, но и на ближайшие зарубежья как минимум, а дальше конечно же покоряйте вашими гагаузскими колбасами всю Европу. Спасибо вам большое. Мы рады успехам жителей сельских регионов, которые демонстрируют желание и волю строить Европу дома. А сейчас предлагаю посетить конечно же через малые экраны социальную столовую, которая организована в Копчаке центром спокойной старости. В столовой готовят горячие обеды для пожилых людей. Моя собеседница специалист по привлечению инвестиций Копчака Арина Колчева. Здравствуйте Арина. Здравствуйте мы вас приветствуем в центре спокойной старости. Скажите как сейчас работает социальная столовая сколько человек обслуживает? Социальная столовая сейчас обслуживает 40 килогрек. Это обеспечивает горячим выездным питанием тех людей которые в этом нуждаются. А скажите как помогла как изменила организацию работу столовой помощи программы Европейского Союза? Это грандиозный межмуниципальный проект реализованный в рамках деятельности МИГа Долина Родников Это хорошая инициатива четырех сел соседей Ковчака Кайрокли Алуата и Новоселовки Ключевым партнерами в реализации проекта стали Proon Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству также программа SART Общий объем бюджета проекта около 140 тысяч евро Этот проект был создан для людей и он способен помочь многим одиноким молодым одиноким пожилым жителям нашего МИГа То есть среди ваших клиентов люди преклонного возраста живущие в четырех селах? Пока только в Копчаке Пока только в Копчаке Но есть планы развиваться и дальше или все-таки вы концентрируетесь или будут созданы такие же столовые в других селах? Есть планы развиваться дальше потому что у нас селы соседи Как вы будете развиваться? Что именно вы планируете расширить преобразовать? Это связь плохая Вы не слышите меня? Арина Спасибо Арина Спасибо вам большое за разъяснение Спасибо Желаю вам успеха в вашем большом деле Мы много узнали о деятельности МИГа Долина Родников Но известно что по соседству действуют и другие местные инициативные группы Они также активно участвуют в улучшении жизни местных сообществ И с нами в Касамаре сегодня менеджер МИГа Жемчужина Юга Инга Ропот Здравствуйте Инга Добрый день всем Я представляю МИГ Жемчужина Юга Значит презентация будет? Да да Вы нам расскажите поподробнее Да я расскажу поподробнее о нашем МИГе Значит наш МИГ объединяет 9 сообществ 6 сообществ из района Тараклия Это коммуны Виноградов Кабудей Нижняя Верхняя Албата Село Мусаиту В наш МИГ также входят 2 сообщества из района Кахул Это коммуны Бурлачени Московей и 1 населенный пункт из-за того Гаузи Это село Карбалия Всего в нашем МИГе 20 населенных пунктов Значит наш МИГ был создан в ноябре 2017 года включил в себя 37 членов 23 женщины и 17 мужчин и 14 мужчин прошу прощения Значит местная инициативная группа это партнерство межсекториальное в него входят администрации публичных управлений и представители публичных учреждений вошли 17 человек гражданское общество представляет 10 человек и предпринимательский сектор представляет тоже 10 человек Значит официальное подписание состоялось в городе Камрати В 2018 году в МИГе был реализован проект поддержка сельского хозяйства и сельского развития в Атоге Гаузии и Тераклии САРД Значит внедрение внедрено 14 микропроектов на сумму около 900 тысяч леев В секторе бизнес мы внедрили 3 проекта и в административно гражданском секторе мы внедрили еще 11 проектов Значит эти проекты в секторе бизнес были направлены на развитие пчеловодства и на развитие туристической инфраструктуры Значит в секторе административно гражданском мы улучшали социальные условия наших населенных пунктов было произведено строительство сельского рынка Значит были установлены две детские игровые площадки два дома культуры получили комплекты костюмов национальных детская музыкальная школа и еще один детский коллектив получили тоже костюмы и музыкальное оборудование в нашей МИГе функционирует музей виноделия в рамках финансирования в 2018 году этот музей был оборудован мебелью значит в 2019 году было внедрено шесть микропроектов проект внедрялся проект лидер навстречу процветающему селу здесь уже акцент ставился на развитие экономической деятельности в секторе бизнес мы внедрили два проекта на развитие туризма было получено финансирование одним бенефициаром и в административном секторе мы внедрили еще три проекта значит было построено еще две детские игровые площадки и в гимназии села Будей был произведен ремонт в спортивном зале здесь на слайдах вы можете увидеть фотографии значит одной из замечательных традиций стало внедрение проектов пчеловодами значит они в свои проекты включают социальные акции то есть дарят детским садам гимназиям мед такой ценный продукт который необходим детям и не только детям и взрослым значит здесь мы можем увидеть спортивный зал который был отремонтирован и детскую игровую площадку значит в рамках внедрения проекта в 2019 году наш МИГ посетила делегация из Европейского Союза мы ознакомили с нашим музеем виноделия представителей делегации и делегация также посетила одного из бенефициаров пчеловодов который внедрял два года подряд финансирование получал на развитие своего пчеловодческого бизнеса в рамках тоже проекта этого же проекта на развитие МИГа на развитие пчеловодческой деятельности как обучающий момент была запланирована и произведена поездка делегаций пчеловодов на всеукраинский форум пчеловодов в городе Харькове и 2020 год проект подход лидер для процветания сел Молдови на данный момент подписано 10 контрактов на финансирование в секторе бизнес 5 контрактов и в секторе административном секторе еще 5 контрактов подписание контрактов состоялось появились новые инициативы будет внедрен проект по организации мобильной ветеринарной помощи будет внедряться проект социальная прачечная и в рамках создания условий для населения также будут произведены строительства спортивно-игровых площадок в нескольких населенных пунктах хочется отметить что подход лидер дает возможность любому жителю мига проявить себя получить финансирование на реализацию идеи личной идеи либо общественной идеи будь то бизнес или это какая-то социальная идея люди стали верить в миг стали верить в подход лидер потому что принципы отбора самих заявок самих микропроектов открыт справедлив люди верят что их проекты будут отобраны членами самой местной инициативной группы они эти члены местной инициативной группы которые входят в отборочный комитет знакомы с нуждами населенных пунктов знакомы с проблемами знакомы с бенефицарами поэтому они максимально справедливо отбирают проекты для финансирования спасибо большое госпожа робот вы сделали такую подробную презентацию что не оставили мне поводов для вопросов ну я старалась максимально осветить деятельность мига за прошедшие годы чтобы было видно какие именно проекты внедрялись в миге хочется отметить что финансирование которое получают бенефициары оно конечно же не может покрыть полностью потребность поэтому люди вкладываются своими средствами своим трудом большинству особенно если это социальные проекты которые внедряются администрациями публичных управлений очень много вклада скажем так человеческим трудом люди идут к результату сообща привлекая как можно больше населения для того чтобы жить людям на селе все-таки было легче удобней комфортней и значит у них все получится если такая у них замечательная энергия спасибо большое о том как получить гранты и доступ к европейским проектам в южных регионах республики Молдова мы поговорим с исполнительным директором центра про Европа Камрад Ириной Селезневой Ирина здравствуйте добрый день ну что как вы оцениваете интерес местных предпринимателей к помощи и что делает ваш центр пожалуйста расскажите наверное мне будет легче ответить про общественные организации потому что те конкурсы грантов которые мы объявляем и те грантовые программы которые у нас были открыты они были направлены именно для гражданского сообщества для общественных организаций и наверное про них мне будет легче рассказать сейчас по предпринимателям у нас тоже был опыт работы немного ранее но я наверное скажу обобщенно в принципе интерес есть у всех людей у разных групп как предпринимателей так и представителей гражданского общества публичных учреждений почему потому что когда мы живем в населенном пункте каком-то мы видим проблемы которые есть хотим жить лучше соответственно предлагаем какие-то инициативы по улучшению если мы ведем какой-то бизнес мы всегда видим потребность поддержки поэтому интерес к грантовым программам есть всегда это можно проследить потому как люди посещают информационные сессии как они звонят спрашивают поэтому я думаю что тот факт что программы были они продолжаются и как мы сегодня слышали есть и перспективы на ближайшие пять лет оно может дать уверенность и надежду людям которые особенно после пандемии коронавируса столкнулись с серьезными экономическими последствиями как для своего предпринимательства так и в работе общественных организаций я наверное расскажу немного с другой стороны о проекте до этого говорили про подход лидер я тоже с ним хорошо знакома потому что несколько лет назад я работала также менеджера местной инициативной группы Кабуджак я очень восхищаюсь той работой которая проделана и считаю что это действительно очень хорошие результаты которые есть сейчас и меня очень затронули слова которые сказали Анна о маленьких шагах я думаю что эта фраза применима не только для подхода лидер но и в принципе для всех программ которые финансирует Европейский Союз почему потому что когда мы видим страны или едем в страны Европейского Союза мы видим все сферы жизни которые сбалансированы которые работают функционируют судебные системы управительственные системы неправительственные системы сферы бизнеса и поддержки они работают все слаженно и конечно возвращаясь домой мы видим немножко другую картину и иногда правда как сказал Олег Федорович у молодежи не только опускаются руки потому что одно дело иметь хорошую работу это очень важно и другое дело что помимо этого нужно иметь хорошую инфраструктуру но действительно только маленькие шаги могут помочь нам достичь хороших результатов не можем мы за один год превратиться из развивающейся страны в страну с высокой экономикой развитой экономикой поэтому думаю что все программы Европейского Союза нацелены на поддержку всестороннюю наш проект расширения прав и возможностей граждан Республики Молдова финансируется Европейским Союзом внедряется германским агентством по международному сотрудничеству и наверное как мы уже последнее время привыкли говорить во главе этого проекта это в первую очередь гражданин потому что наша задача привлечь людей в процессы принятия решений не просто на местном уровне но и в конкретных областях таких как вода и канализация твердые бытовые отходы энергоэффективность почему потому что эти области очень часто покрываются какими-то проектами международными например Европейский Союз финансирует большие инфраструктурные компоненты также органы местной публичной власти строят по возможности объекты ремонтируют и часто мы можем услышать что Олег Федорович приводил примеры участия граждан иногда бывают примеры того что люди не знают на каких-то населенных пунктах о том почему именно на этом участке строится дорога сколько эта дорога строилась что за подрядчик был и поэтому наш проект призван вовлекать людей в процессы принятия решений и контроля на примере наших действий и действий даже наших гарантистов мы хотим показать что они имеют право участвовать в рабочих группах по отбору тендерных заявок спрашивать сколько стоит конкретный объект почему выбран тот или иной подрядчик и на примере проекта потом конечно же также активно и участвовать в процессе принятия решений и контроля бюджетных средств которые мы считаем очень важными важно чтобы граждане понимали что те деньги которые дает европейский союз это деньги налогоплательщиков европейского союза есть требования по отчетности за эти деньги но которые обязаны делать организации но деньги которые органы местной публичной власти публичные учреждения расходуют создавая какие-то социальные объекты это деньги граждан республики молодого которые также платят налоги и стоит уточнять сколько они стоили как они произведены и понимать что это не подарки это действительно то что примария должна делать или публичные учреждения должны делать ремонтировать исходя из своих возможностей на слайде можно увидеть конечно цели проекта я их рассказала более так простыми словами но самое главное это конечно люди осведомленность людей в тех областях которых я перечислила и участие если говорить о результатах нашего проекта то важно уточнить проект решения прав и возможности граждан республики молдова это большой проект по всей республике молдова в регионе развития отога гаузия данный проект внедряем мы в центр проэвропа в камраде совместно с нашими коллегами партнерами центром контакт общая стоимость проекта около 400 тысяч евро без нескольких евро и 300 тысяч из которых направлено на субгранты для того чтобы люди максимально для того чтобы общественные организации максимально узнали о возможности грантовой программы мы конечно проводили информационные сессии так как мы работаем в отога гаузия мы постарались сделать эти инфосессии доступными в камраде в вулкане после этого или вернее даже в процессе пока у нас шел конкурс грантов для того чтобы повысить шансы общественных организаций для того чтобы они правильно поняли посыл нашей грантовой программы были организованы тренинги по написанию проектов с рассмотрением тех основных приоритетов на которые направлен конкурс грантов они также прошли в камраде и в вулкане сам конкурс грантов это был достаточно долгий процесс как я и сказала сумма грантов общая сумма грантов 300 тысяч евро были три категории грантов до 10 до 30 и до 50 тысяч евро были определенные критерии для каждой из подгруппы о том какая организация может претендовать на каждый из компонентов об опыте продолжительности проектов и важно отметить что в компоненте больше чем 10 тысяч евро общественные организации могли также включить компоненты инфраструктуры для этого компонента чтобы заявить этот компонент у себя в проекте они должны были заручиться партнерской поддержкой или местных органов власти или публичных учреждений это очень важно на наш взгляд почему потому что контролировать процесс расходования средств нужно но также нужно учиться выстраивать партнерские отношения с самого начала для того чтобы общественные организации гражданских активистов воспринимали наравне и наш проект преследует именно эту цель в том числе на данный момент результатом который мы можем поделиться у нас 9 подписанных контрактов с 9 общественными организациями с 1 сентября они начали внедрение проектов заявок было подано 30 из которых уже 9 конечно мы выбрали конечно пандемия внесла свои корректировки поэтому процесс оценки проектных предложений присуждения контрактов подписания контрактов занял чуть больше времени чем мы им изначально планировали но мы рады что все проекты уже я прошу прощения смогли начать работу вкратце расскажу о направлениях и областях проектов 5 проектов охватывают тематику экологии защиты окружающей среды один проект энергоэффективность один проект твердые бытовые отходы и два проекта вода и канализация населенные пункты которые охвачены благодаря нашему проекту и грантистам перечислены но могу сказать что некоторые из проектов в процессе будут выбирать партнеров то есть местные населенные пункты в которых будут работать если вы посмотрите внимательно на перечисленный Камрад Кирсово Дарма, Баджак и так далее может быть возникнет вопрос почему я рассказываю об этой программе если мы говорим о сельской местности а у нас все-таки больше вовлечения граждан граждане живут везде как в городах и так в селах мы не разделяем это конкретно в этой программе но большая часть населения которая будет охвачена так или иначе действиями проектов наших грантистов она конечно в сельской местности и мы считаем что активные граждане в какой бы то ни было населенном населенном пункте тем более что наши города в итоге Гузи не настолько большие она важна и именно гражданин может стать залогом хороших перемен в будущем я могу не знаю рассказать о планах помимо того что у нас есть грантовая программа у нас конечно же есть план обучения общественных организаций для того чтобы они были конкурентоспособны с национальными могли получать финансирование и внедрять инициативы в своих населенных пунктах и далее поэтому у нас есть менторские программы тренинги как для грантистов так и для других общественных организаций из региона мы планируем создание региональной сети среди тех общественных организаций которые получили финансирование и наверное для нас очень хорошим примером является именно региональная сеть лидер мы много черпаем вдохновения потому что смотрим как она развивается как благодаря созданию этой сети подход продвигается совсем на другом уровне я задержу еще буквально несколько минут и и завершу свою презентацию важно наверное сказать также о процессе то есть все эти проекты и финансы которые на них выделились подлежат отчетности мы хотим увидеть как отчетность финансовую так и результативную поэтому запланирован большой перечень мониторинговых визитов встреч поездок как нашей региональной организации так конечно и представителей делегаций европейского союза германского агентства по международному сотрудничеству я прошу прощения я благодарю вас за внимание если у меня ко мне есть вопросы я с радостью отвечу у вас тоже была довольно подробная презентация и остается только пожелать большого пути вашей организации которая делает действительно важное дело и чтобы у вас было как можно больше новых проектов а мы переходим к еще одному собеседнику один из ключевых факторов устойчивого развития это образование и европейский союз поддерживает инвестиции укрепления возможностей образовательных учреждений в республике Молдова аграрно-технический колледж в коммуне Светлой тоже получает помощь Евросоюза с нами на связи директор колледжа Василий Белев чтобы у вас было как можно больше новых проектов здравствуйте здравствуйте господин Белев расскажите пожалуйста как внедренные проекты помогли вам улучшить качество обучения какие проекты внедрялись я хочу поприветствовать всех коллег которые сегодня служат нас один из нашего коллектива колледжа это 500 учащихся и слышат 20 сотрудников нашего учебного заведения в нашем учебном заведении учатся практически бывшие девушки со всеми студентов нашего региона пределы наши главные задачи это укрепление материально-экономической базы в нашем колледже идет подготовка по пяти направлениям поле считается 10 учебного заведения на юге республики которые осуществляют подготовку специалистов для сельского хозяйства республики регионов частности сегодня нет ни одного населённого пункта южного региона за пределами умения укрепить наши выпускники укрепление материально-технической базы колледжа всех специальностей это одна из основных направлений благодаря участию в разных грантах в проектах мы добиваемся результатов и так как большинство проектов мы осуществляем государственного языка разрешили практика остановиться наше достижение на государственном языке буду сего в колледж колледж в месте у институции для инвестиционных местных местах неизвестимы негативы первых активностей аппликатив эндовременной агрокультуры в индустрии элементарной высши агрокультуры национальной агрокультуры в колледж техник обеспечения сверху в отмисли же мит и на дизвольтане непартаментную деформуарь континула дизвольтане профессионале агрокультуры и дидактик шея процентария профессионального технологичия передатария до экскамененту шея технология нечисляет форматурный слайд сфотпрезентателем профессории колледжи техник аргокультуры светлые кани агрокультуры партичпат актив на студию де его агин институции гурдии национальных профессионалов техник гендер элементарной эллотарии кани агрокультуры презентателем канала внешне тексте организате на те но в наем до у м таки сфотпрезентателем пакетчпателем аналитария аналитария плану аналитария предпринимателем агентария контролемент деполинству каре мистериалу авиакультуры дезмотерии регионали гея медиа са планфици кумару предупреждателем фиикар departament Думан институции пакетчпателем 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 как профессори коллеги у нас устроены в процессе для оборудования к консинуту, к новому курсу модуна, в период авокультура экологича. Как поддержать к новому курсу, у вас есть материалы и датчики для профессора. Профессори коллеги у нас у participа на оборудование к консинуту для нового курса, фундаментално приведут стандартные для каридации в эту систему адвокалиментарной. На другой слайд мне информация о программе для инструирования, а также организации тренировок в СССР, в учреждении приведения стандартные для каридации в системе, где чертопикают систему адвокалиментарной. Экклюзив, агрокультура органика, для профессора и менеджера коллеги у нас, а также аудиоинституции пилоти для карида проектов. Комнатоли у фосте летація при конкурс при базах конкурси и тематичного, которые у фосте пропусы через процессы для оборудования. Ох, профессори, у фосте инструирования 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 института де института конкурси каридации реализия формалы реформатори для фондови армстиру. Это тренинг и разработание института индустов института 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 оборудования института Института в направлении дидактики кончиков для участия институтов в инвентарном профессиональном технике. Урботовый слайд менеджмент стратегии как спричневые институты для национального профессионального технику и для имамерного плата в инвентарном стратегии. Светучить арт. Чинч. Профессори по лечке у нас обещали три курсы учитывающих спричневых сувер-инфекцией. Светучать институт петьу институты В шапе в последние указаны в дидактических курсах обороны за сутки в поточнице и в поточнюю в підпорте т.к. Три goods Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok